Чрезмерная густота крови – это следствие многих заболеваний. Чтобы от них избавиться, необходимо достичь разжижения крови. Для этого можно использовать продукты питания, которые можно купить в любом магазине или супермаркете. Основным риском густой крови является формирование тромбозов в сердечно-сосудистой системе человека. Тромбы могут нарушить нормальное кровообращение в организме, закупорить легочные или сердечные артерии, что может привести к летальному исходу или очень серьезным проблемам со здоровьем. Зачастую медики назначают для лечения густой крови препараты-антикоагулянты, но при длительном употреблении они нарушают целостность слизистых оболочек в кишечнике и желудке, нарушают качественный состав крови и провоцируют возникновение язвы желудка или гастрита. Так как же защититься от густой крови и растворить тромбы в сосудах без вреда для своего здоровья? Ответ очень прост. Все лекарственные препараты лучше заменить полезными продуктами питания для разжижения крови и растворения тромбов, при условии, что ваш лечащий доктор одобряет проведение лечения народными средствами. Прежде чем продолжить просмотр, рекомендуем вам подписаться на наш канал, чтобы не пропустить полезные ролики про здоровье, которые мы публикуем на нашем канале ежедневно. Когда необходимо начинать употребление продуктов для разжижения? Болезни сердца и сосудов – это лидеры по всей планете по смертности среди населения. Слишком густая кровь – это пусковой механизм, который провоцирует заболевания всех этих болезней. Важно помнить, что очень высокая вероятность появления тромбов в сосудах людей, которые обладают такими заболеваниями. Ишемическое заболевание, тромбофлебит, флеботромбоз, варикоз, тромбоэмболия, атеросклероз, употребление гормонов для защиты от беременности, высокое давление, сбои в циркуляции кровообращения, сбои в метаболизме, ожирение и диабет, высокие показатели эритроцитов и тромбоцитов. Для снижения риска возникновения тромбоза нужно выполнять некоторые меры профилактики, направленные на предотвращение сгущения крови. Почему густеет кровь? Если организм обезвожен, состояние крови всегда будет страдать. Такое состояние организма может возникнуть из-за недостатка питания, авитаминоза, вредных привычек, стрессов и заболеваний пищеварения. Алкоголизм также вызывает очень сильное обезвоживание и отравление организма продуктом распада этилового спирта. Кровь густеет, поэтому существенно повышается риск инсульта и инфаркта. Курение также может быть одним из факторов для развития атеросклероза и структурных изменений в сосудах. Употребление вредных продуктов питания, постоянный стресс, а также переживание и волнение также будут способствовать появлению тромбов и сгущению крови в организме. А еще одной причиной того, что кровь может загустеть, является ферментативная недостаточность, которая усугубляет нарушения в процессе пищеварения. Факторы риска, которые могут привести к загущению крови и топ-10 продуктов, которые помогут растворить тромбы. Немногие знают, но большинство лекарственных препаратов делают кровь более густой и заставляют ее медленно протекать по нашим сосудам. Также важно, что сахар способствует формированию тромбов, что негативно сказывается на вязкости. Еще одним фактором риска является заболевание внутренних органов человека. Чем более густая кровь, тем хуже будет самочувствие человека. Повышается утомляемость, появляется дневная сонливость, ухудшается функция внимания и памяти. Если вы наблюдаете у себя такие симптомы, необходимо обратиться к врачу, поскольку есть вероятность, что вы находитесь в зоне риска таких заболеваний, как гипертонический криз, инсульт или даже инфаркт. Но есть масса полезных продуктов питания, которые помогут в процессе разжижения крови, снизят риск появления тромбов и даже помогут их растворить. Мы подготовили для вас топ-10 продуктов, которые должен употреблять каждый. Куркума. Эта приправа использовалась для приготовления вкусных блюд и профилактики многих болезней много столетий назад. Основным ингредиентом в этой приправе является куркумин. И его полезные свойства просто поражают. Он является эффективным антивоспалительным веществом, обладает функциями антикоагулянта и эффективно разжижает кровь человека. Современные исследования доказали, что если употреблять куркуму каждый день, можно полностью защититься от сгущения крови в организме. Эту приправу добавляют супы, рагу из овощей, в горячие напитки, в молоко и даже в чай. Имбирь. Еще одним хорошим вариантом для разжижения крови из числа специй является имбирь. А в его составе находится салицилатная кислота, которая помогает в процессе кроветворения и нормализует состав топлива для нашего организма. Интересно, что аспирин – это синтетическое производственное вещество от салицилата. Чтобы этот мощный антикоагулянт помог вам в профилактике тромбоза и разжижения крови, можно добавить имбирь в выпечку, употреблять его в свежем и сухом виде, добавлять в чай другие напитки и блюда. Имбирь не окажет такого мощного эффекта, как медикаменты, разжижающие кровь, но и не нанесет вред организму, оказывая натуральный и безопасный эффект. Оливковое масло. Если употреблять оливковое масло хотя бы один-два раза в неделю, можно существенно снизить активность тромбоцитов, поскольку оливки – это мощнейший антиоксидант. Современные исследования доказали, что человек, употребляющий оливковое масло первого отжима с фенолом, получает для организма эффект в виде снижения уровня веществ, которые способствуют закупорке сосудов. При этом очень важно, чтобы оливковое масло не подвергалось тепловой обработке. При жарке на сковороде оно просто теряет свои полезные свойства, поэтому необходимо употреблять его в сыром виде в салатах, подливках и соусах. Морская капуста. Ламинария или морская капуста, так же, как и множество других водорослей, это мощный антикоагулянт, который содержит массу йода. Наличие водорослей в вашем рационе поможет справиться с высоким артериальным давлением, увеличить тонус сосудов организма и даже снизить вязкость крови. Такие продукты также могут помочь уже при сформированных тромбах, ведь способствуют их рассасыванию. Ананасы. Тропические фрукты содержат уникальные ферменты в своем составе, которые помогут растворить белки, а также бромелайн, который считается очень эффективным веществом в борьбе с профилактикой повышенного артериального давления и заболеваний сердца и сосудов. Ученые доказали, что фермент бромелайн разжижает кровь, разрушает структуру тромбов и снижает вероятность их формирования в сосудах. Для тех, кто хочет предотвратить образование тромбов, необходимо обязательно включить ананас в свой рацион, а также в качестве бонуса вы сможете получить уникальные антивоспалительные свойства ананаса. Чай из ромашки. Еще одним натуральным антикоагулянтом, который дарит вам природа, является ромашка. Она добавляет активность тромбоцитов и защищает кровь от свертывания. Несмотря на то, что ромашковый чай – это максимально безопасный и щадящий продукт, необходимо употреблять его с осторожностью, если в комбинации с ним вы употребляете кроворазжижающие средства. Корица. Некоторые медицинские средства для разжижения крови базируются на веществе под названием кумарин. В натуральных продуктах он в большей степени содержится в корице обычной или корице китайской. Чтобы добиться лучшего эффекта, рекомендуется каждый день добавлять немного корицы в самые разные блюда и напитки. Единственным нюансом, который необходимо помнить, это осторожность в употреблении в комбинации с медицинскими препаратами для разжижения. Зубок чеснока. Чеснок – это натуральное природное антибактериальное средство, которое еще обладает способностями мощного антикоагулянта. Чеснок эффективно препятствует образованию тромбов и атеросклерозу. Лучший способ получить максимальную пользу от чеснока – это раздавить чеснок ножом или плоским предметом и высвободить полезные вещества. После этого можно съесть сырой зубец или быстро испечь зубчик в духовке с другими блюдами. Красное вино. Наконец-то в нашем списке приятные новости. Красные сорта винограда содержат большое количество полифенолов. Это мощный антиоксидант. Если употреблять красное вино в умеренных количествах, не более 1-2 бокала в день можно защититься от склеивания тромбоцитов и закупорки сосудов. В глубине души перед употреблением вина мы всегда на это надеялись, не правда ли? Чистая питьевая вода. Если в организм не поступает достаточное количество жидкости, кровь может загустеть и привести к формированию тромбов внутри. Для человека суточной нормой является 2 литра воды в день, не меньше. Чтобы проверить состояние обезвоживания организма, достаточно будет проверить состояние вашей мочи. Если вы пьете много, то она будет желтой или прозрачной. А вот при наличии янтарного оттенка или еще более темного, необходимо срочно увеличивать ежедневное потребление жидкости. Что запрещено кушать при тромбозе и повышенной вязкости крови. Если есть болезни сердечно-сосудистого типа, а также при наличии повышенной густоты крови, необходимо полностью отказаться от некоторых продуктов питания. Хлеб и хлебобулочные изделия из белой муки. Это касается любой выпечки, печенья, бисквитов и других блюд. Сладости, шоколад, конфеты и любые другие сахаросодержащие продукты. Продукты на основе животных жиров. Сливочное масло, молочные продукты, твердые сыры и другие продукты. Изделия, которые в процессе приготовления консервировались или коптились. Из рациона нужно исключить жирные виды мяса и колбасные продукты. Откажитесь от картофеля, бананов и других продуктов с высоким содержанием крахмала. Грецкие орехи – это тоже не лучшие блюда, если вы страдаете повышенной вязкостью крови. От алкоголя тоже нужно полностью отказаться, за исключением сухого красного вина, который можно употреблять по одному-два бокала в сутки. Также ограничьте потребление крепкого чая и кофе, поскольку они быстро выводят из организма жидкость и сгущают нашу кровь. Это же касается газированных напитков петрушки, укропа и шпината. Как правильно питаться при повышенной вязкости и тромбозе? Обязательно добавьте в ваш рацион свежие фрукты и овощи, а именно яблоки, томаты, огурцы и капусту. Мясо кушайте реже, а рыбу наоборот, как можно чаще. При беременности стоит отказаться от употребления имбиря, лаврового листа, поскольку эти продукты могут вызвать выкидыш или отслоение плаценты. Любые гомеопатические препараты при беременности употреблять тоже запрещается категорически. Если говорить о зелени, петрушке и укропе, то их можно кушать, но в умеренных дозах. Питаться можно маленькими порциями как можно чаще, желательно 5-6 раз в сутки. Салаты из свежих овощей рекомендуется заправлять оливковым маслом, больше кушать соленых огурцов, рыбы и овощей. Если при беременности у вас возникают вопросы насчет питания и составления меню, можно спросить у хорошего диетолога или своего лечащего доктора, у которого женщина проходит наблюдение. Любой продукт питания влияет на состояние крови и на работу внутренних органов, поэтому подбирать питание необходимо тщательно и качественно. Важно также помнить про совместимость разных блюд и ингредиентов друг с другом. При беременности в организме происходит активная перестройка гормонов, поэтому это период повышенного риска формирования тромбоза, а вязкость крови в это время зачастую завышена, поэтому беременные женщины страдают тромбозом, варикозом или даже тромбофлебитом. Если заболевание до беременности протекало скрыто, они могут обостриться при беременности, поскольку иммунитет при вынашивании ребенка имеет массу других задач. Это касается и сердечно-сосудистых заболеваний. Прежде всего, нагрузка возрастает на ноги женщины. Если она предрасположена к варикозу, то при беременности заболевание может развиваться чрезвычайно быстро. Большинство препаратов против варикоза запрещены в этот период жизни, поэтому доктора советуют составить правильное меню питания, которое поможет в разжижении крови. В основе должны лежать овощи, фрукты и растительные масла, а еще нужно пить как можно больше воды. В некоторых случаях при заболевании сердца и сосудов без медикаментов для разжижения крови не обойтись, поэтому перед началом любого лечения или профилактики необходимо проконсультироваться со специалистами. На этом наш ролик подошел к концу. Если вам понравилось видео и оно оказалось вам полезным, обязательно поставьте лайк, а еще подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик, ведь мы ежедневно готовим для вас интересные и полезные видеоролики о здоровье, продуктах и других важных вещах. До скорых встреч, дорогие друзья!